Привет! Вы на канале Лиз Палис, и сегодня мы поговорим о том, как устанавливать линукс. Алло, это мой блог, а ну-ка сваливай отсюда. А вот теперь вы действительно на канале Лиз Палис, меня зовут Лиза, и мы не будем устанавливать никакой линукс сегодня. Мы будем делать макияж, и делать мы его будем не мне, и не мы, а я. Я буду делать макияж своему парню. Я не знаю, зайдет ли эта рубрика на моем канале, ну, проверим, да, напишите в комментариях, насколько это будет интересно. Я вообще, я не визажист, я, как бы, людей не умею красить, я умею красить только себя, и то я себя накрасила, и сижу, бешусь с того, что у меня отпечатываются на веках стрелки, потому что... Потому что, все, короче, я уже начинаю раздражаться, перегреваться, поэтому давайте начнем уже красить моего парня. Это Андрей. Зачем ты криваешься? И вот мы его будем сейчас красить. Я хочу сделать готический макияж. И у меня уже в голове есть картина, я уже примерно знаю, что я хочу, посмотрю, что из этого получится. Я сама, видите, в таком образе, немножко готичником, поэтому все в тем, даже вот украшения хочу. И для начала мне нужно нанести тоналку. Мне. Да, мне нужно нанести тоналку, ему нужно нанести тоналку, и я буду смешивать две тоналки. Это Эвелин, 0,5 оттенок, и Live Generation, 0,1 оттенок. Это очень светлое, я хочу, чтобы лицо было бледным. Да, как в сумерках. Какое-то отдыхание, только без блесток сегодня. Хотя такое солнце, что мы сейчас вспотеем и и так будем без этого сиять. Подожди, а у него блестки были видны только на солнце, да? Да. Шарю. Да, нужно посмотреть. Как заставить парня пересмотреть все части сумерек? Напишите в комментариях. Просто вот этот вот, он не очень плотный, он не очень перекрывающий, но он светлый. А вот этот вот лучше перекрывает, но он не такой светлый. Поэтому как бы будет вот так. Будем смешивать. Мы кожу-то не увлажнили. Кстати, да, кожу надо было подготовить, но мы не подготовили. Я умылся. Да, водой. И поборился. Да, это очень важно. Если вы будете делать макияж, обязательно побрейтесь. Да, девочки, не забываем брить лицо. Короче, расскажи, что такое Linux. Что такое Arch. Попробую рассказать, что такое Linux. Без мата. Без кринжовых шуток. Не, можно с кринжовыми шутками, но без мата. Linux это операционная система. Ты мне говоришь? Ну да, может ты мне говоришь. Поняли? Берационная система, так же, как Windows. Обычно используют разработчики. Кстати, если ты не в курсе, то я програмист. Да? Да. Подожди, а реально Linux используют только разработчики? Нет. Еще на самом деле прикол в том, что... Вот так вот усердно бьем по лицу. Да-да, чтобы... Если будете красить своего мужчину, именно так надо. Чтобы всю дурю выбить. Или наоборот. Поворачиваемся. Короче, вот все серверы, то есть все там сайты, все эти мобильные приложения, да, вот эти вот все данные, которые... Которые... Нет, подними брови. Ты можешь уже себе в машинке, короче, западать на красиво. Которые, короче, хранятся... Вот, такие там Инстаграмы, Фейсбуки. Инстаграм сделан на Linux. Да подожди, тик-ток. Это вся часть, которая не видна не само приложение, а вот именно где хранятся данные. Все это работает на Linux. То есть все серверы, они все работают на Linux. Поэтому процент Linux в мире очень большой. И самое главное, эта персомка бесплатная. А какие платные? Ну, есть Linux типа платный, ну, типа... Прямо не миговый. В основном это отличается тем, что есть поддержка. Смотри наверх глазами. Если все сломалось, то можно им там поддержку написать. Ну, в принципе, это все одно и то же. Но так в большинстве своем операционка бесплатная. Ну, хорошо, блин, на самом деле это неправильно. У тебя будет минус душноты. И я скажу, что Linux, это на самом деле не операционная система. Это скорее ядро. Ну, типа это, как, не знаю, там, как каркас операционной системы. Все еще на канале? Вам все еще интересно? Кто досмотрел, да? До этого момента. А на основе уже этого ядра выпускается дистрибутив. Дистрибутив это, типа, ну, просто как ядро, плюс еще куча там всяких дополнительных функционалов, всяких там программ. Вот такой тон у нас, девочки, получается. Вот это такой бледный блин белый, как сметана. Поэтому нужно вернуть ему форму, как скульптурирование, короче. Я буду использовать контуринг от By Game M.U.A. Не бледная, не бледная, а By Game M.U.A. Короче, вот эта вот штучка очень крутая. Короче, вот этот контуринг из смешных цен, запомните. Да, он стоил тысячу рублей. Мне очень смешно. А? Совсем не смешно. Не смешно это, ну вообще. Ну, он стоит своих денег, честно говоря. Мне он очень нравится. Обязательно берем грязную кисточку, которую мы уже использовали. О, да. Я сам-то не особо чистый. Вообще-то, честно говоря, мы вчера начали записывать это видео. Но потом мы объялись роллов. И нам стало впадло до записывать. Поэтому мы начали сегодня заново. Ой, вот. Надеюсь, сегодня мы не... Ну, сегодня роллов не будет, поэтому, думаю, все будет хорошо. Да, в общем, если вы будете записывать видео, то делайте это... Ну, в общем, не особо голодными. Потому что есть шанс, что вы не запишите. Покушаете. И все. Дальше вас отраду. Кстати, да, вот скулы сейчас я сделала более выраженные, чтобы такое лицо было худое. Мне кажется, это добавит драматичности. И оно у тебя и так не толстое. Ну, эй! Я промазала из-за того, что ты двигаешься. Не двигайся, пожалуйста. Вот это хреновая модель. Ой, пока... А можно кофекулить баночку? Да. Кофекули рывку. Скульптурируем за высины. Обязательно надо про это сказать, да? Да. Боюсь на больного. Ты что больной-то? Ты просто рост волос такой. Угу. Делаешь себе пересадку. Угу. С жопой. С жопой, блядь. По-моему, один мозг не дворит. Ты шаришь. Такая куколка. Аннабелли. Как я крашу? Вот так вот. Не двигай. Кисточкой просто как это. Забор. Забор, да. Зачем нужно... Почему я крашу вот тут вот носик? Он потому что делает нос более... Менее длинным. И так немножко визуально, как будто более... Вот сдернут. Такая меньше похожа на буратино. Нет. Тебе это не поможет. Длина носа. О! Коричневая помада отпечаталась. Помада? Это что-то типа... Тамада? Я не сказала. Я так сказала. Коричневая помада. Как вместо контуринга. Консилер. У меня консилер Диваш, честно говоря, он вообще ни хрена не перекрывает. Но он, то есть, не очень плотный. Ну, просто немножко высветлит зоны. Поднимаю брови и вот так. Ты говорила, что нужен другой тонамик? Или нет? Что мне тот не подходит, который в прошлый раз был. Это уже не первый раз уже. Да, я не помню, какой был в прошлый раз. Подними брови и смотри наверх. Наверх смотри. Куда? Так, блядь. Что это сложно-то так, а? Ты программиститель, тебе не должно быть сложно. Да, девочки это делают очень часто. Этого хватит, я думаю. Что дальше? Вообще, я хочу поскорее перейти к глазам. Но надо припудриться. Пудра вот такая. Сейчас припудримся. Припудрились. Делаем бейкинг, девочки. Под глазами особенно. У меня, кстати, есть вот такие вот классные румяна. Да, вот это охуенно. Да, вот это мне нравится. Они же розовые. Да. Они с клубничками, посмотрите, не с клубничками. Красивые какие. Дай глаза. Делать глаза будем. Я беру чёрный карандаш. Я беру чёрный карандаш. Я беру чёрный карандаш. Сон не закончил или нет. Не, ну... Тебе виднее? Ты же мастер. Тебе нужно смотреть прямо. И чтобы у меня было пространство на веку, чтобы я могу рисовать. А, вот так? Да. Берём чёрный карандаш. У меня, кстати, карандаш от Love Generation. Первый оттенок. Очень хороший карандаш. Я сегодня использовала его. И запечатывала сверху тенями. Но он, короче, классно рисует. Во вследствии классно. Очень удобный. Всем советую. Я делаю такую, типа, стрелочку. Которую потом будут ушивать. Хотя, в целом, можно заполнить всё веко. Потому что я потом, в любом случае, бы его заполняла. Подними бровь. В Simpsons была серия, когда Гомер. У него проснулась изобретательская жилка. И он там кучу приборов изобрёл. Ну, блин, как обычно, они были бесполезные. Один из них был, это, короче, двухстволка. Предполагалось, что ты стреляешь из неё. Подними бровь. Из неё стреляешь в лицо девушки. И она наносит сразу же макияж. Сейчас придумали кучу таких средств, которые, типа, автоматически наносят там. Тон, пудру, румяны какие-то. Или, например, такие трафареты для бровей, трафареты для стрелок. Ну, это всё фигня, это всё не работает. Так вот, она хотела выстрелить в марш. Она в последнюю секунду убрала ствол. Он выстрелил сцену, а казалось, что это очень шлюшный макияж. Но! Одно разъебритение. Теперь я беру красный карандаш. И делаю по контуру тоже красным. Чтобы потом это всё тушевать. Ты не можешь разговаривать с поднятыми бровями? Нет, я могу делать одно действие. Всё. Типичный мужик, вообще не многофункциональный. Один процессор. И то, я как бы сейчас делаю, на самом деле, два действия. Я ещё к тому же сижу. О, ну ничего себе. Кое-как получилось. Я думаю, что это будет, конечно, эпично. Как говорится, хуяк-хуяк и в продакшн. Ну, короче. Он сделал изобретение одно. Это действительно классное. Кажется. Это, знаешь, это дополнительные ножки на стул. Чтобы когда ты качался на стуле, и, типа, если, ну, как сказать, потерял равновесие и падаешь назад, они автоматически раскладываются, и ты в итоге не падаешь. О, это в детстве мне надо было. Да! Да! Но Гомер придумал, когда уже было сколько там. Тени, которыми я запечатываю карандаш, я использую от Парисы. Это гостейп. Тоже, кстати, готичная довольно палетка. Просто так совпало. Потому что здесь есть классный чёрный, здесь есть красный-классный. А розовый-то есть? Классный-классный. Вот. Ну, такая вот. О, фиолетовый хороший мне нравится. Да. Там рисуночки разные. Да! Это вообще прикольно. Тут на каждом было рисунечко, просто некоторые уже поюзывала. Только не пойму, почему фиолетов No Signal, как бы, странно. Почему-то есть? А у меня есть ещё вторая палетка, мини, гостейп 2. Вот, такая вот. Плэзон. Плэзон прикольно, мне нравится. Ну, просто цвет такой себе. Вот по контуру я, короче, тушу, короче, чёрное само подвижное веко, а неподвижное веко я тушую в красный. Этот красный тушуется в какой-то розовый бордо, он мне не нравится. Давайте попробуем из палетки Revolution по Игре Престолов. Закрой. Подними голову, да. Что-то мне не получается, то, что я себе в голове придумала. Теперь то же самое повторим на втором глазу. Закрой глаза. Можешь пока что-то рассказывать. С закрытыми глазами посмотри в сторону окна. Что-то из серии приёма у невролога. Накройте глаза, коснитесь носа. Как это обзор трэш-салона сейчас у нас происходит. Да, да. Мастер работает грязными кистями вообще. Ну, ребят, не записывайтесь. А документы можно посмотреть? Да. Такой макияж, как вы хотите, у нас не получится, потому что у вас совсем другое лицо, у вас на весь шейб веко. И вообще, там на фотках фотошоп. Ой, Димочки, ну я не могу. Ну как бы, ну как так можно работать? Осуждаю. А мне потом-то открыть глаза можно будет? Или так и надо будет ходить закрытыми? Нет, всё, до вечера закрытыми глазами будешь ходить. Ты бы хотел как-то в истории науки запишись? Вообще да, я раньше думал об этом. Мне периодически приходят мысли про то, чтобы хотелось что-то такое глобальное совершить. Что-то, ну не то, что даже открыть, а просто сделать что-то такое прям. Подними брови. Что-то полезное. Вот так получилось? Я вам и говорю, это Джеффри Старр просто на минималку. Джеффри Старр в молодости. Я не знаю, сколько ему лет, кстати, но не важно. Вот, нужно подправить. Берём консилер на кисточку и подправляем, где мы вышли. Так, подними брови. Как он там говорит? What's up, everybody? Ты он так говорит? Ну да, приветствую. Ты смотрел видео Джеффри Стара? Вы же мне показывали. Я не помню. Я сама не смотрю Джеффри Стара. Откуда вы его знаете? Ну, косметику опускают. Она продаётся. У нас тоже? Да, в ритуале. Какой-то бледный, просто как поганка на камере. Так, я хочу добавить один элементик. Сядь ровно. Ну, мааа. Не балуйся. Спину выпрямее. Да. И за это ещё деньги в салонах берут. Как я крашусь, когда хочу сделать лёгкий нюдовый макияж? Потому что что-то идёт не так, и обычно это выглядит вот так, как у него сейчас. Я почему-то не могу остановиться. Я вообще думал, что макияж другому человеку проще делать, чем самому себе, нет? Нет. На самом деле, макияж другому человеку очень сложно делать. Ну, это нужна именно практика, чтобы было приловчиться. А у меня практики нет, у меня практика есть только на себе. Ну да, наверное, там, блядь, повернётся туда, повернётся сюда, глаза не откроет, глаза закроет. Такие элементы я вот тут вот нарисовала. Вот так мне захотелось. Вот так я вижу. А я нет. Я вообще не понимаю, что там происходит, если честно. Да, кстати. Я не хочу смотреть. Он этого всего не видит, он увидит это потом. Боже, ребят, вы не представляете, как это сложно. Я уже не могу, я уже не вывожу. Нашти кофейка. Водочки нам принеси. Мы в Россию летим. Домой летим, точнее. Так, ну, в целом, макияж глаз готов. Единственное, я хочу добавить элементы. Что, всё, мы заканчиваем? Нет ещё. Ну да, почти. Глаз и лазок закончили. Теперь я хочу на нос, на нос, на нос, на нос. На нас, а на нас. Добавить элементы. Чё на нас? Не двигаться. А то у него дресса. Возможно, это было бы лучше делать именно подводкой. Точнее, невозможно, а сейчас я подумала о том, что надо было делать подводкой. Или подпину. Это хорошо, хорошо. Так, вот подводочка. Такая вот линия у нас получается. И я хочу точечку поставить. Надо. Ещё я хочу сделать под глазами точечки. Идём, когда высохнет точка. А то сейчас растечёт. Я пью аур слайтер. Вот так получается. Я увидела просто такой на Пинтресте. Я не знаю, насколько это прикольно. Но у нас ещё будут чёрные губы. Поэтому, возможно, это будет красиво смотреться. А теперь самое сложное. Это контур губ. Я рисую тём же чёрным карандашом, которым я рисовала глаза. Конечно же, у меня получилось криво. Поэтому я сейчас поправлю консилером. Переделать не буду. Да, надо консилером, короче, поправить. Консилер – это что-то типа замазка, что ли? Консилер – это для того, чтобы… Это как тон, только более пигментированный, чтобы скрывать несовершенство кожи, с которыми не справляются тональные. Почему ты используешь консилер в тех случаях, когда ты что-то запарываешь? Очень им удобно убирать что-то. Просто это удобно, это лайфхак. Ну, короче, дамаска. Да, типа так. Это он изучает для того, чтобы потом сделать макияж мне. Ну, по-буколу. Я сделаю лучше, я уверен. Посмотрим. Это я выложу в Телеграме и в ТикТоке, и в Инстаграме. Это будет шортс, рилс, короче, там вот ТикТок. Вот такой видосик это будет. Одноклассник. Подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылка будет в описании этого видео. Если бы у нас был чёрный лак, я бы ещё ногти чёрные накресала. Не, я не хочу просто чёрный. Не знаю, скучно. Так, ладно, короче, контур ладно, с этим ладно. Главное накрасить гузу чёрным. У меня есть просто помада, которую как раз было бы славно использовать, потому что скоро испортится, наверное. И это от Мак. Помада. Чёрная. В оттенке 125 Кевьер. Она точно стоматолог? Да, очень ты будешь шокирован, когда увидишь. Ребята, спасите, помогите, я смазала. Потом я пойду с пацанами встречусь. Угу. Пойдёшь пить пиво с пацанами и в футбол играть. Угу. Ну, типа у нас в классе что-то пацаны играли, у меня сомневались. Но иногда приходилось со мной играть. А потом я на одной игре ногу сломал. Четыре месяца гипса будет. Ну, после этого я тоже футбол не любила. Я вообще не люблю такие игры. Да, футбол осуждаю. Да, это полный отстой. Кстати, да, и брови тоже будут у нас тёмные. Такие, драматичные. 22 мужика пинают мячик. Всё, что они делают. Согласна. Футбол, ну, какая-то ерунда. Извините, все, кто любит футбол. Не, я про спорт, типа, ничего не имею. Вот доту я бы посмотрел. Интернешнл вообще охренительно. Ну, там это намного интереснее. А футбол нет. А в следующей серии мы будем выщипывать брови. Готовимся к собеседованию на... Пятёрочку. Это ещё лучше, чем я хотел сказать. Хотел сказать, на тем ли да. Почему? Не знаю. Я немножко сухим скульптором пройдусь. Вот тут вот. Теперь красим ресницы вот такой интересной тушью. Очень интересная. Один и с собой. Блин, наверное, ресницы самые неприятные всего этого процесса. Да, это правда, кстати. Вот как вы думаете, сюда нужен вообще хайлайтер? На паспорт можно такую фотографию делать? Хайлайтер, да. Хайлайтер нужен тут? Давайте добавим серенького какого-нибудь такого, нейтрального. Кстати, который на мне из палетки какой-то свайл, сейчас 200 рублей. Вот такой макияж у меня получился. Мне кажется, это очень крепкий. Я ещё не видел. Да, давайте смотреть, давайте показывать. Так, я не вижу. Нет, подожди. Необычно просто. Первая реакция это то, что необычно. Но в целом есть вот... Ты знаешь, мне вот кажется, что... Сейчас критика попрёт. Нет, мне кажется, что просто волосы к ней не подходят. Да. Может быть, красные бы или чёрные бы подошли. Да и блонд бы подошёл. Что-то мне это напоминает, на самом деле. Джеффри Стара. Не-е-е-е. Я вам ставлю обязательно фотки, как я бы красила в прошлый раз. Вот там очень похож на Джеффри Стара. Не знаю, скажите, может, мне кажется, может, он не похож. Ну, просто форма лица похожа. Ладно, я не знаю, почему, я просто что-то другое ожидал, но... Короче, просто с макияжем, типа, особенно вот с этим макияжем, не как в прошлый раз, просто ты смотришь на себя в зеркало и такой не понимаешь, а это вообще кто, типа... Ну да, да, я есть такое. Я сама смотрю, думаю, это кто? Хуис. Но в целом... Не сдержалась и стала годкой. Девочки, не записываемся ко мне на макияж, окей? Как ожидается, ждите, следующий макияж будет делать мне в Телеграме. Лис по лис называется, Телеграм. В общем, что я хочу сказать еще раз. Губы прикольно, мне нравится. Правда, вот окантовку я не очень понимаю, но она есть такая, но очень слабоватая, да? Я имею в виду, что ты вроде же контуринг делала, да? Я контур делала для того, чтобы помадой потом его не делать, потому что жидкая помада очень сложно сделать ровный контур, поэтому я заранее картошом наметила. А, я думала, ты контур делала, чтобы, типа, он отличался. Нет, чтобы просто как в пейнте залить. Что, я понял, да. Эти, полоски, полоски прикольные, точки тоже прикольные, брови прикольные. Подними брови, кстати. В общем, у меня, закрой глаза, у меня была такая идея, просто сделать с черными, с растушевкой в красные, но вышло немножко плохо. Я хочу сделать такой же макияж, только на себе потом. Кстати, как мой сегодняшний макияж? Мне на себе намного удобнее рисовать, делать макияж. Ну, он себе-то, кстати, на тебе он более такой... Так у меня совсем другой, у меня сейчас никакой. Ну да, у тебя не было. Ладно, дальше. Ну, брови прикольные, но единственное, что мне кажется лишнее, это все-таки вот стрелки. Стрелки мне кажется лишней. Вот это вниз? Да. Я хотела добавить просто какой-то элемент. Ну-ка, подожди. Ну все, мы можем их стереть сейчас, посмотрим. Да, мне кажется, что стрелки лишние, и... Ну да, наверное, больше ничего не могу сказать. Ну все, можем на Вичуху идти. Вот я убрала, что-то я сильно высветлила тебе по бокам. Ну хотя ладно. Мне кажется, действительно без этих штучек лучше. А футболка-то какая, вы дали? Моя. Уже нет. Уже нет. Теперь это мой канал. Ну что еще скажешь? Пошел бы так на рейд. Да запросто. Блин, я не знаю, короче, вот я вот думаю, вот мне что-то вроде... С одной стороны мне нравится, но с другой стороны что-то вот не то. Я не пойму, что. Мне кажется, что... Мне просто не нравится то, что кожа такая высветленная. А мне нравится бледность. Если бы я, наверное, сделал, я бы вообще не использовал все эти вот тоналники. Типа просто вот эту вот, вот эту вот, а вот кожу вообще ничего не делал. И еще не уверен насчет вот этого. То есть это прикольный элемент, да. Ну типа... В моей голове это выглядело красивее, чем я сделал на самом деле, да. Возможно, на самом деле надо было просто черную пепу сделать вот эту все. Ну, опять же, не уверен, не знаю, насколько... Да, еще если вышла тушевка и далеко, мне кажется, надо было тушевкой немножко выйти, а больше на подвижном веке оставить, потому что у тебя нависший элег. Ну, короче, вот такой вот эксперимент, вот такой вот прикол. Ну, в целом, прикольно, да. Ты молодец. Подписывайтесь на мой канал. Ну, вообще, лучше, конечно, чтобы вы комментарии написали какой-нибудь. Ваш мужик готов пойти на такое? Да, согласился бы он на такое. Потому что мне уговаривать не приходилось вообще. Вообще, я не уговаривала даже ни секунды. Вы не представляете, что она мне пообещала. Я не буду сейчас это озвучивать. Что ты врешь? Ну ладно, ладно. Сам умоляла меня сделать макияж. Я умоляю, да. Да. Пожалуйста, сделай макияж. Очень хочу макияж. Пожалуйста. Ну, кстати, если это видео зайдет, ну, вряд ли, конечно, это видео зайдет. Но если зайдет, то я сделаю тебе еще макияж какой-нибудь. Напишите, в какой вариант. Ну, в каком стиле, типа, что сделать в следующий раз. Я только чисто розовый. Розовый, что? О, розовый, да. Можно розовый сделать, потому что розовый его любимый цвет. Все, всем пока. Да, всем пока. Пока. Эй, это мой блог. Нет. Давай, уходи. Ну. Нет. 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 Слух. Еще увидимся. Как-то так надо это сделать. А потом мы пойдем вместе есть роллы. А вы? Нет. Нормально там уйдется? Да я же не вижу нихрена. Да, риторический вопрос. А, ну что там? Нельзя курить на семью сной площадки. Что? 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 По-любому там, наверное, на фоне звук шума... Шум звука... Звук... Звук шума ноутбука. Нужен веер. Вроде бы об меня, но на самом деле от своей страны. Да. Да. Я-на-на. Я-на-на. Я-на. 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 Продолжение следует...